Ну а если говорить о судах существующих, то реформы туда еще пока, мягко говоря, не дошли. Это хорошо видно на примере судов над беркутовцами, которые на Майдане стали убийцами. Вот казалось бы, это принципиальный для государства процесс. И установить истину в делах, связанными с Майданом, критически важно для всех политиков, после Майдана пришедших к власти. Но суды продолжаются до сих пор, а приговоры все еще не вынесены. Почему, выясняла Инатомина. Кто свершика поклав? К памятным табличкам героев Небесной Сотни вдова Тамара приходит часто. Горько вздыхает возле разгромленной стелы и идет дальше к фотографии мужа. Иногда Тамара заходит в часовенку, говорит, здесь чувствует себя спокойно, Хоть и хорошо помнит те страшные февральские дни. На Майдан они с мужем Виктором ходили вместе. Не могли оставаться дома после убийства Сергея Нигаяна. Он ремонтировал машинку, двигатель поломался, а я весь час смотрела телевизор, жахите смотрела. И я говорю, Витя, подивись, люди убиваются, а мы дома сидим. Тогда на Майдан Виктор поехал сам. Жене не разрешил. В 22.37 он зателефонировал. Я говорю, Витя, где ты? Со мной все хорошо. Здесь очень шумно. Телефон отключился. После этого уже под утро был звонок из морга. Шок и опознание. Потом поиск свидетелей. Для сотни семей эти страшные дни стали общим горем. У Владимира Бондарчука на Майдане погиб отец Сергей. И Владимир начал сам, как пазл, собирать хронологию событий в тот трагический день. Фактически вести собственное расследование. Уля, на жаль, вышла на вылет. И это не даёт возможности напрямую установить, с чьей оружием действовал пострел. Кто стрелял в майдановцев и когда будут наказаны виновные? Ответов на эти вопросы украинцы ждут уже вот три года. Большое дело Майдана – это тысячи томов, в которых собраны все эпизоды. От ноябрьского избиения студентов до февральского кровавого расстрела. У нас с потерпелем в справе вызнано более полторы тысячи людей. И у нас есть подозревания, безусловно, выполняющие, начиная с 30 листопада, закинчивая 20 лютого по каждому из эпизодов. Сейчас под стражей пять бывших беркутовцев. Правда, большинство силовиков сбежали в аноксированный Крым или Россию. Тех, кого успели задержать, обвиняют в убийстве 39 майдановцев. Считается, что именно по этому делу о расстрелах 20 февраля следствие продвинулось больше всего. Координаторов Беркута тоже судят. Двое бывших милицейских начальников сейчас под домашним арестом. Но все это касается только некоторых исполнителей. Когда же дело дойдет до заказчиков и организаторов расстрела? ГПУ говорят, сигнал стрелять по Майдану давали лично беглый экс-президент Янукович, бывшие глава МВД Захарченко и руководитель СБУ Якименко. Сегодня следствие завершено почти по всем обвиняемым. Наступает фаза судебных процессов. Мы уже передали в суд и 5 жовтня в суде, в столице, будет первое заседание по справе о виновных в расстреле на Майдане. Это то, что ждало общество все эти годы. За этот год много дел передали в суд, говорят адвокаты. Но претензии к следствию все равно есть. В первую очередь на сегодняшний день мы видим главную проблему в затягивании расследования судами. По-друге, это все-таки недостатняя организация следствия в Генеральной прокуратуре. На нашу думку, подраздел, который фактически тягнет на себя основную работу по расследованию, до этого подраздела постоянные претензии по работе, но меньше поддержки в виде технического и финансового обеспечения. Родственники Героев Небесной Сотни объясняют, почему для качественного расследования необходимо дорогое оборудование. Они уже два года добиваются покупки специального микроскопа для баллистической экспертизы. Святошинский районный суд постановил провести повторную баллистическую экспертизу, потому что мы имеем уже результаты одни ее экспертизы, но уровень обладания, на котором он проводился, он не задовольняет современных требований. Фактически можно поставить, будет под суммой, результаты этой экспертизы, например, в Европейском суде. Чтобы дела Майдана, наконец, попали в суд, понадобилось три года. А вот сколько времени должно пройти, чтобы огласили первый приговор? Инна Томина, Богдан Савруцкий, Иван Матриченко. Подробности недели. Телеканал Интер.